Да, всем привет. Я представлюсь, меня зовут Артем Павлов, я руководитель проектов компании Мидлинкс. Собственно, сегодня поделюсь небольшим нашим опытом применения FIRE в системе управления здоровьем на предприятиях. Это больше в промышленную медицину, но там тоже нашлось ему применение. Немного расскажу про саму систему, что это такое. Есть большие предприятия, различные перерабатывающие, какие-нибудь производственные, где железо производится и так далее. На них есть цеховые службы, у них есть персонал, у которых есть определенные факторы вредности, которые с которыми они сталкиваются на производствах. И, собственно, наша система помогает цеховым службам наблюдать за такими сотрудниками, формировать планы наблюдений и, собственно, наблюдать их. Поэтому это такая отдельная часть, которая относится именно к промышленной медицине, которая регламентируется своим набором документов и своими требованиями. Собственно, какие задачи для цеховой службы мы решаем? У нас есть определенный клинический процесс, который начинается с анкетирования, где можно, задав вопросы пользователю, сотруднику, померить среднюю температуру по больнице, какие риски, какое состояние здоровья есть у каких-то сотрудников. Дальше после этого врач имеет отсортированный список людей, у которых возникает больше всего проблем, и приглашает на очный прием. После этого, собственно, формируется на основании приема план диспансерного наблюдения, и дальше сотрудник начинает являться уже по кругу, то есть это такой циклический процесс. И также мы, собственно, получаем данные из многих внешних источников. Собственно, их приходится регировать, складывать и так далее. Также у нас там есть отдельный блок вакцинации, но все это делается для того, чтобы цеховая служба могла получать актуальные данные по состоянию здоровья сотрудников, и, собственно, им важно анализировать эти данные. Собственно, как это все происходит и как мы это делаем? Мы для себя на самом старте проекта решили один важный момент, что операционные задачи мы не решаем за счет FIRE, потому что как раз-таки там, куда мы не тыкались, везде были свои какие-то ограничения, то, что не поддерживает стандарт, рождать и плодить кучу экстеншенов мы не хотели, но мы точно решили для себя, что все, что касается медицины, мы храним в виде FIRE ресурсов, и, собственно, так стараемся и делать. Как мы это делаем? У нас есть наше решение правмет, которое состоит из микросервисов, собственно, и есть четыре основных сервиса, которые позволяют это делать. Первое. Для хранения самих медицинских данных у нас своя реализация FIRE-сервера на Postgres. У нас отдельный свой сервис терминологии, который позволяет нам хранить различные справочники, которые мы применяем при создании профилей, и то есть все данные, которые у нас получаются, они все прокодированы, это все кодовые концепты, и профайлинг-сервис нам также позволяет еще это все использовать для, так скажем, преобразования ответов пользователей медицинских протоколов на структурированные медицинские данные, то есть FIRE-ресурсы. У нас есть достаточно большое количество профилей, это наша реализация, но, по сути, все, что мы собираем, это все какие-то ресурсы. Ну и, собственно, четвертый сервис, который как фишка нашего решения, это система CDS-сервисов. У нас есть несколько задач, которые мы там решаем. Это, собственно, расчет предварительных диагнозов на основании анкетирования и расчет рисков, и расчет плана диспансера наблюдения по регламентированным документам. То есть врачу в целом система предоставляет готовый план. Вот это все позволяет тоже упростить работу врачей, и это все возможно благодаря использованию FIRE. Собственно, как раз-таки, что мы собираем и каким образом. У нас есть удаленное анкетирование, оно построено на очень классном ресурсе Quashenair, мы его давно используем, он используется у нас во многих решениях. Собственно, на основании SDC-спецификации мы из ответов пользователя формируем FIRE-ресурсы, которые мы можем закидывать в CDS-сервисы, и дальше у нас формируется два бандла, которые мы упаковываем в один общий документ, и все это складывается в наш FIRE-сервер. Дальше мы можем это использовать для предзаполнения исторических данных, собственно, выполняя все операции по Preweight, и предзаполнять экранные формы историческими данными пользователей и сотрудников. Так, отдельно вот по клиническому процессу, если следующий этап — это проведение приемов, здесь все то же самое, то есть при открытии экранной формы у нас происходит заполнение исторических данных, мы там используем различные FIRE-пасс выражения, которые могут задавать определенный контекст. Это может быть либо указание контекста конкретного документа, либо указание контекста по какому-то лагу времени, если нам необходимо что-то, и предполняем, собственно, данные. Здесь же также вызывается вызов CDS-сервисов, которые помогают врачу как-то, ну, это не решение за врача, а именно предложение некоторых вариантов, чтобы ему не копаться в нормативных документах, не держать все это в голове, а чуть-чуть подсказывать. Собственно, на основании профайлинг-сервиса, опять же, мы процессим все квешеные респонсы, получаем ресурсы, и на выходе, опять же, получаем структурированный документ, который содержит в себе там бандл, документ-референс определенных типов, и формируем еще QR-план, который можем отслеживать и контролировать по уже его жизненному циклу, заложенному в стандартах. Так, и отдельно вот то, что про внешние источники данных. Их достаточно много, у нас по промышленной медицине есть такой процесс, что есть предварительные медицинские осмотры, это то, что касается ПМО, это то, что, по сути, работники получают допуск для выполнения своих должностных обязанностей. Отдельно у них есть обращение по ДМС, листы нетрудоспособности, и есть предсменные осмотры. Все это подразумевает, что мы собираем эти данные, на своей стороне мы это все приводим к единым сущностям, то есть здесь очень важны диагнозы, те, которые были проставлены, то есть все диагнозы у нас превращаются в кондишены, какие-то наблюдения, это все превращается в обсервейшены. Каждый из этих типов документов мы также упаковываем отдельно в документы структурированные, которые позволяют построить структурированную медицинскую карту и дальше уже оперировать этими данными. Ну, тут немножечко, наверное, можно показать, как это выглядит вживую. Так, я покажу, сейчас, надо убрать только... Да, мне мешает взмузская плашка. Так, ага, вот она сюда уехала. Собственно, ну, само анкетирование, оно выглядит таким образом, там сотруднику, когда начинает с анкетирования, отправляется смс, либо имейл, он начинает проходить анкету, для него это все достаточно просто. Собственно, он где-то выбирает варианты ответов. Здесь стандартная какая-то, ну, такая анкета, основанная на медицинских рекомендациях Минздрава. Собственно, он вносит на себя все различные данные, это все у нас переводится в ресурсы FIRE, и дальше это упаковывается, собственно, в документ. Как это выглядит потом у нас в системе. Так, куда-то у меня все уехало тут, сейчас, секунду. Вот, на выходе мы получаем, что у нас есть результаты, собственно, приведенного анкетирования человека. Мы рассчитываем категорию срочности обращения для врача, то есть врачи приглашают этих людей в первую очередь на прием, рассчитываем предварительную группу здоровья, а самое главное, что у сотрудника, в его карточке, рассчитываются предварительные риски и диагнозы. Ну, и вот здесь можно посмотреть, создается документ, он полностью структурированный, со всеми теми ответами, которые он давал. То есть, по сути, это вот документ-референс со сложными в него двумя бандлами, которые можно посмотреть и их, собственно, можно оценивать. Ну, и если здесь посмотреть, здесь можно увидеть, что пользователь указывал, что у него есть кашель, слабость и быстрая утомляемость. И если сейчас врач, там, допустим, начнет прием новый, то при предзаполнении как раз загрузится экранная форма протокола, здесь попадут все эти данные, и это вот как раз-таки логика работы SDC, как по заполнению, так и по предзаполнению этих данных. Собственно, таким образом мы это все собираем и можем дальше применять у себя и использовать. Так, теперь, когда у нас данные, условно говоря, лежат в системе, нам нужно их каким-то образом анализировать. И как мы это делаем? Собственно, при построении системы и при построении какой-то отчетности мы думали, что у нас будет и как мы это будем все собирать. Собственно, сами ресурсы, они достаточно объемные. Это мы видели первую проблему. Вторая проблема, связанная, в принципе, с этим, что так как у нас используется Postgres и все ресурсы у нас лежат в JSON-B, то большие сложные запросы какие-то на JSON-B, они не идеально до сих поработают. Postgres старается, они идут вперед, но это не идеальное решение. Ну и, собственно, третий вопрос – это производительность системы в целом при построении и выборке отчетов. С учетом этих всех трех решений мы пришли примерно к такой архитектуре. То есть у нас есть наш фар-сервер, у нас есть помогательные сервисы. Мы прицепили Debezium, который вычитывает данные с баз, кидает это все на кавку, в кавке это все собирается, агрегируется. Дальше у нас есть свой слой бизнес-логики – это вот этот ETL-сервис, который может обработать два разных топика, их сагрегировать, собственно, и дальше ClickHouse это все забирает. В качестве аналитической базы выбирали именно ClickHouse, потому что, ну, во-первых, это open-source, его можно у себя разворачивать на бесплатной основе, ну и, во-вторых, мы его гоняли, вроде он хорошо справляется. И, собственно, дальше уже непосредственно наши сервисы, которые отвечают за отчетность, собирают все статистику и отчеты, и можно это все анализировать и получать. Так, ну, здесь тоже можно показать, что у нас получилось примерно. Очень простенько, да. Собственно, у нас есть такие дешборды, которые строятся в целом на вспомогательных, так скажем, сервисах и на файерских ресурсах. Мы можем строить вот такую красоту, различные графики в разном представлении. Ну и в целом то, что у нас лежат все, все ресурсы лежат уже, собственно, подготовленные. Мы можем в любое время, ну, построить практически любые данные, которые будут интересны заказчику. Ну, так как регламент там заканчивается во времени, я тогда перейду к завершающим слайдам. Собственно, что из этого у нас получилось? У нас мы для себя получили высокопроизводительную аналитическую базу данных за счет как раз-таки того, что мы на входе все приводим к единому ресурсам, ну, например, там как на внешних источниках данных у нас все кодируется в кондишены. Мы сильно себе сократили количество обрабатываемых сущностей, которые нам нужны, из которых вычленят что-то для отчетов. Мы привели это все к кондишенам, получили единый ресурс. Его дополнительно типизируем там за счет каких-то дополнительных полей файры, там, например, типы, либо то, что можно использовать через Entity Fire, либо другие коды. Это все прокидывается дальше, и на основании этого собираем уже различные отчеты. FireServer у нас может использоваться как, ну, по сути, озеро сырых данных, то есть в любой момент времени мы можем прогрузить, создать какую-то новую таблицу там в ClickHouse, получить, собственно, некую необходимую среду от заказчика, перегрузить по новой все данные, они все заново разложатся на новые таблицы, и дальше можем использовать эти отчеты. Ну, там у меня в демке мы бы прогрузили бы сейчас пример файлика, но, по сути, мы получили реально real-time dashboard. Как только залетают к нам данные, мы сразу же их можем отслеживать на дешборде, и это происходит практически в режиме реального времени. И это круто. Ну, и строить аналитику по любым данным в целом мы, да, можем. Но есть и свои трудности. Про справочники много сегодня говорят. У нас то же самое. У нас есть часть вещей, которые кодируют наши медицинские эксперты, некоторые показатели. Мы используем в основном международные справочники. Это лаинкс, намет, ну, там, ICD-10 и так далее. Вот. Всегда стоит вопрос, что кто-то может, если это два разных эксперта, могут прокодировать одну сущность, опять же, немножко по-разному, потому что это допустимо, тогда что-то может начинать убиться. Есть проблема с временным лагом, которую тоже мы решали. Это когда из баз данных прилетают два топика, но они должны агрегироваться. Один, как бы, первичный, второй, ну, от него зависит. Если прилетает в обратной последовательности, то может возникать некая коллизия. Собственно, мы решали этот процесс, там, пробовали скользящими окнами, либо управление отправкой событий в очередь. Ну, вроде победили, сейчас это работает хорошо. Ну, и еще один момент, это да, нужно уметь готовить кавка и клихаус, если никогда с этим не сталкивались. Потребуется время на то, чтобы это, собственно, реализовать. Ну, и вроде как у меня все. Если что, задавайте вопросы. Спасибо. Спасибо большое, мы с вами увидели прямо в FireFirst систему в полный рост. Кажется, я нашел лучшую стратегию. Это задавать медицинским экспертам технические вопросы, а техническим экспертам медицинские. Окей. Очень интересно, как вы вырабатываете кейрплан для пациентов, которых ведете в профмеди. У вас есть какие-то заготовки в виде план-дефинишн, и либо это полностью работает, ваша система поддержки решений. Значит, есть, насколько я помню, 173 приказ, который четко описывает, что если есть такой-то диагноз, и он относится к диспансерному наблюдению... 168. Возможно. Честно говоря, в регламентированных документах я слаб. Я помню, что когда мы делали, тогда был 173. Собственно, у нас есть система правил, в которой заложена вся эта логика. Ну, и плюс там есть определенная возможность закладывать туда логику конкретного заказчика. Собственно, когда у нас прилетает этот диагноз, если он в статусе подтвержденный, по логике вычисления правил именно CDS-системы, она возвращается кейрплан, и он возвращает набор activity definition, которые содержатся в себе. Там можно ссылаться не на компет, на сервис-реквест, а на activity definition. Мы не оперируем фактическими назначениями, потому что дальше мы не ходим в контур. То есть мы не создаем сервис-реквесты как факт. Мы делаем просто некий план из описательных ресурсов, что нужно сделать человеку, и дальше их контролируем. Ну, примерно вот так. Понятно. То есть формируется кейрплан, в котором, соответственно, есть список экшенов, и они ссылаются на activity definition с описанием того, что нужно измерить, к какому врачу нужно попасть на диспансерный прием и так далее. Да, ну, при этом мы рассчитываем единственное, что там еще дополнительно сроки, то есть контрольные точки выставляются в соответствии тоже с этим же документом. Если есть часть мероприятий, которые попадают, ну, я не знаю, один диагноз требует два, две консультации кардиолога, а другой три, мы не назначим пять, то есть мы смежим три, и каждому назначим, каждому приему, причину, по которой приходят пациенты, и это будет уже единый итоговый план с конечными датами. То есть вы по двум заболеваниям сформируете некий сводный план проведения такого. Прекрасно. Спасибо. Надеюсь, ответил. Спасибо. Спасибо. Спасибо.